Всем привет! Сейчас мы рассмотрим следующий инструмент формирования Objective and Key Results Value Stream Mapping. Этот инструмент вам подойдет, если вы пытаетесь найти точки оптимизации процессов работы какого-то внутреннего подразделения. У меня пример основан на процессе IT-команды, но в принципе вы можете таким образом анализировать работу любого подразделения маркетинг, продажи и прочее. Возникает у кого-то идея, эту идею обычно IT-шники думают над ней, потом они что-то еще там даже согласовывают, бывает, придумывают как они это будут делать, делают, смотрят то они сделали или не то, отдают это конечному потребителю. Конечный потребитель почему-то становится грустным. Давайте проанализируем почему. Инструмент предлагает посмотреть на длительность выполнения каждого из этапов работы. Соответственно, привлекайте на сам воркшоп, когда вы вот так на стикерах раскладываете карту вашего рабочего процесса самих исполнителей, они сами вам скажут сколько в среднем занимает каждый этап. Получается 18 дней. Кажется вроде ничего, но давайте посмотрим, а сколько работа ожидает по завершению одной стадии и принятию на другой. Ну, например, аналитики завершили работу, но согласование работы должно дождаться какого-то комитета, который пройдет через неделю. Соответственно, смотрите, всегда работа у вас лежит в ожидании между этапами. И всегда здесь цифры катастрофически больше, чем то время, которое работа выполняется. Соответственно, смотрите, 30 дней работа просто ждет, чтобы кто-то ее начал или продолжил делать. Соответственно, суммарно мы получаем, что клиент ждет полтора месяца. Скорее всего, вот это причина того, что он такой грустный. Что нужно сделать на следующем этапе? Проведите с этой же командой, которая смотрит на самих себя, по сути, проводит ретроспективу. Проведите ретроспективу. Классический формат. Задайте вопрос, что является причиной столь длительных ожиданий? 6, 6 и 10 дней. Ребята вам, собственно, сами расскажут, что происходит. Формируете это мозговым штурмом, после чего проведите обязательно приоритизацию, то есть выявление тех проблем, которые дают значимый вклад в эти замедления. Соответственно, видите, выделили топ-3 проблем. Именно вокруг решения этих проблем и сформировали цель. То есть с первого по третий ключевой результат мы видим усилия, направленные на починку этих трех красных стикеров. Но, обращаю ваше внимание, ребята решили добавить так называемый балансирующий ключевой результат, который четвертый. Чтобы мы добились этой цели не через снижение качества нашего продукта или переноса тестирования на нашего клиента. Кажется, он тогда все равно останется недовольным.